Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Юля выходит из биоробота, становится рядом. Если в биороботе присутствуют растяжки, голограммы, копии, подключки, артефакты, видимые и невидимые, выходит из биоробота, становится рядом. У нее по телу как крючки, как от удочки. Бывают лезвия и крючок. Вот такие крючки, которые тянут куда-то по всему телу у нее, как якоря. Она их снимает сейчас с себя и выходит. Хорошо. Давай соберем эти крючки в сетку. Появляется сетка. Забираем все эти крючки. Находясь в ее физическом теле, это было? В биороботе. В биороботе, да. Хорошо. Забираем эти крючки. Защищаем физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Юлию в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с ее тонкой копией и крючками поднимаемся в комнату диагностики. Пошел подъем. Вы на месте? Мы приветствуем Юлю. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам в своей биополе на период сеанса. Юля очень слабая. Она хрипит. Она доверит. Хорошо. Отправляйте крючки в клетку-тюрьму. Визуально что-то еще есть, что мешает сканированию? Сканирование ничего не мешает. Она хрипит. Она показывает на горло. У нее что-то есть в горле. Хорошо. Сканер просканировать сейчас горло. Подсвечивается красным цветом, что у нее чужеродное находится в горле. И все датчики, которые с этим соединены. Ну, это такой плотный широкий диск. И соединен он как раз с этими крючками. Отлично. Хорошо. Сканер, выводи этот диск. И все, что на частоте этого диска находится, все подключки выходят. Готово. Отправляй в клетку-тюрьму. Так лучше, Юля. Она кивает. Хорошо. Даю команду. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Юлии, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Юлии, находит все. Выстраивается канал от этих крючковых диска к ответственным, ко всем ответственным и всех под цепочки притягив в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Ну, заложник здесь один. Это Драгу. Драгу. Устанавливаю вокруг его клетки 100 миллионов Герц защиту. Защита активирована. Он показывает у него на руке так же, как у нас лазер есть. У него тоже есть лазер. Снимаю. Он может по-другому называет, но когда он его включает, он вот эти энергии в виде крючков по всему телу разбрасывается. А не хочет ли он мой лазер попробовать? Он молчит. Итак, паразит, я тебя слушаю. Сколько ты находишься в этом биополе и почему ты вредишь на физическом плане? Ломать он ее хочет. Сломать? Да. У тебя задание есть? Вывести из строя. Тебе дали задание? Или это твоя личная инициатива? Это инициатива моей цивилизации. Значит, у тебя есть задание от твоей цивилизации? Не надо лезть до определенной черты. То же самое я могу тебе сказать. Вы хотите знать все наши секреты, хотя не знаете о себе ничего. Есть определенные границы, которые не надо переходить. Вот ты их сейчас и перешел. Любопытство. Вот ты их сейчас и перешел. О каком любопытстве идет речь? Если человек развивается, душа развивается, и для ее познания, вернее, ей нужна информация. Для того, чтобы она развивалась. О каком, кто куда вмешался сейчас, ты мне должен объяснить. Как я тебя понял, она зашла куда-то на вашу территорию. Мне это интересно. От нее идут вопросы. Кому? От нее идут вопросы, касающиеся нашей цивилизации. Эти вопросы всегда в ее голове. Эти вопросы мы слышим, как и любые другие. Может, ей стоит защищать свои поля, для того, чтобы ее информация, о чем она думает, не выходила за пределы ее биополя. В таком бы случае, Драгу ничего бы не узнали. О чем думает душа человека? Может быть, она визуализирует одновременно с тем, о чем она размышляет? Я не знаю сейчас. Считай цифру у нее над головой, Вера. 306. Хорошо. Начинаем с реверс. Сколько ты находился в биополе, Драгу, со своими крючками? Ты являешься причиной ее болезни. Ты ударил по горлу своим диском. Да, мне нужно было сломить ее. Ты понимаешь, что ты не получишь за это никакой награды, возможно, даже наказание. Надеюсь, для тебя это ничего нового. И я понимаю, что я стал какой-то смысл ее учителем. По-моему, ты сейчас ее заложник. Находясь в этой клетке, она может с тобой сделать все, что угодно. Если я ее сейчас спрошу, и она скажет, отдать тебе живую плазму, на этом твое учительство заканчивается. Ты вошел на защищенную... Она так не сделает. А я сделаю, по ее просьбе. Нет, Драгу, мы будем вам сопротивляться. Вы не имеете никакого права мешать нашему развитию. Границы четко обозначены. Если ты с этим не согласен, так это только твоя проблема. Именно так не переходите наши границы. Ваше любопытство зашкаливает. Оставим этот вопрос. Даю команду тонкой копии Юлия испроекцировать прямой канал к Драгу и его крючкам и дискам. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой аббрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Все чужеродное негативное патогенное идет отторжение и возвращается назад к Драгу и его подключке. На счет 3, 1, 2, 3. Пошел мощный поток. Я не понимаю, о каком любопытстве ты говоришь сейчас, честно говоря. Ты несколько раз сказал любопытство. Она интересуется цивилизацией Драгу. Ваши вопросы крутятся вокруг нашей цивилизации. Ну а что же им не крутиться, когда вы постоянно нападаете на наших выпускников? Мы не нападаем просто так. Не переходите границы своего любопытства. А почему ты так думаешь, что ты единственный, кто устанавливает правила или твоя цивилизация? Неужели ты не знаешь, что за каждой душой, живущей на земле, стоит ее цивилизация? Ты хочешь иметь дело с цивилизацией Юлии? Ты хочешь этого обострения? Молчит? Нет, он показывает, что не он напал. То есть как он напал, но не он пришел. Своими мыслями и любопытством их цивилизация, его лицо было притянуто. Тогда мы сделаем так. Когда придет время, я спрошу Ли, и я надеюсь, она мне объяснит то, о чем она сейчас пытается мне рассказать. Я не совсем понимаю. Она его притянула. Показывает вопрос за вопросом, вопрос за вопросом. Доходит. То есть эти вопросы куда-то доходят. Дай мне этот пример. Любопытство идет. Дай мне пример хоть одного вопроса, чтобы я понимал, о каких вопросах идет речь. Вы пытаетесь читать нас, а мы этого не позволим. Это наша привилегия общаться телепатически, считывать чужие мысли, просматривать разные варианты. А вы думаете, это только для вас? Как это назвать правильно? Это возможность? Это дар? Только вам предназначить. Наша привилегия. А почему это ваша привилегия, объясни мне? Я тоже могу считывать мысли. Вера может считывать мысли. Очень много людей умеет считывать мысли. 90% может считывать неправильную информацию, но есть те, которые правильно считают. Чем они для вас опасны конкретно? О ваших планах узнать, о ваших замыслах? О том, что вы с человечеством хотите сделать? Так об этом давно известно на Земле. Мы договариваемся с человечеством. Давно. На протяжении многих веков. Вы договариваете с отдельными представителями, которые назвали себя владельцами человечества, которые не имеют никакого отношения. У нас не централизированная власть на Земле. Нет, просто выслабее нас. Пока. Ты же понимаешь, у нас частичка Творца, и что эта частичка может сотворить. Оставайтесь за нашей границей со своей частичкой. Я тебя услышал. Реверс закончился, Вера? Да. Вы установили фильтры золотой сеточки на эти каналы. В порядке реверса Юлия забирает все чистые, светлые, божественные энергии. И обратно пошла энергия божественная чистая. Один, два, три. Ты знаешь, Драгу, я тебе скажу откровенно. Мы вас не боимся. Никак не боимся. И мы будем за себя воевать. Мы будем себя защищать. Мы будем... Те, кто в состоянии себя защищать, будут себя защищать. У нас у каждого, у каждой души есть свои определенные силы. И эти души приходят на Землю. Если ты будешь нападать на нашу цивилизацию, то каждый из этих людей, как я и сказал, представитель какой-то цивилизации, когда-нибудь они могут стать против вас. Вы хотите конфликт галактического масштаба? Или вы все-таки начнете признавать правила и не считать нас жалкими людишками? Я уже сказала, мы защищаем свои границы. Хорошо. Я вижу пока нападение. Не вижу никаких защит. Так, Вера, реверс закончился, да? Нет, еще возвращается энергия. Ты посмотри, сколько усилий в 50 раз. Все, до 100% назад. Он ее травил. Нет, он хотел показать свою силу. Хорошо. Кто сильнее? Там была борьба. И кто сильнее Драго? Если ты находишься в клетке. Он показывает, что он в целости и сохранности, хоть и в клетке. Его мозг холоден и расчетлив. Хорошо. А ей пришлось просить помощи. Хорошо. В моих руках появляется шар с живой плазмой. От него идет информация, что вы не можете этого делать. Это не ваши привилегия. Здесь есть другие структуры. Конечно, есть другие структуры. С которыми они ведут переговоры. Если ты попадешь в эти структуры. Но пока ты находишься в клетке тюрьмы, ты находишься полностью порабощенный Юлией. Ты в ее власти. А не наоборот. Есть порядок. Вот видишь, а ты об этом порядке. Нападение ничего не говорил. Он уже сказал. Что там была борьба и в какой-то степени он считает себя ее учителем. Ты продемонстрировал свою силу. Насчет учительства я тебя прошу, оставите тупые разговоры, потому что они меня начинают немножко напрягать. Это не совсем так. Он говорит это, потому что у Юли появится защита против его энергии. Конечно, появится. После этого нападения. В этом плане он считает себя учителем. А, вот как. Ну, хорошо. Хорошо. Так мне оставить сейчас тебе две дырки огромные и считать себя твоим учителем, потому что я тебя научил, что нельзя приходить в другое биополе без разрешения. И будет ли это тем же самым ответом, Драгу? Нам показывает, что это была борьба энергии. И его энергии победили. Хорошо. Твои энергии победили. Но это называется секундарная победа. То есть краткосрочно. Это не глобальная победа, понимаешь? Это просто диаполичь. Каждая деталь. Хорошо. Юля будет опытнее. Она сможет тебе противостоять. Хорошо. Великий творец. В кавычках. Ревер закончился. Скэнер. Просканируй сейчас Юлию на частоте Драгу. Его подключик. Не осталось ли что-то, что мы еще не вытянули. Малейшие частицы, мелкие частицы уничтожая на месте. Приступай. Чисто. Даю команду на рассинхронизацию Юлии с Драгу. Его артефактами. Пошла рассинхронизация. Готово. Включая внутренний белосвет Юлии. Этим светом она выдавливает. И все негативное патогены низкооперационные чужеродные находящиеся в ее биополе. Остаточная энергия на частоту интерферента и его подключик. Свет пошел. Энергия выходит. Выдавливается в шар. Формируется перед ней. Есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3-1-2. Три, удар. Отлетает канал, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо. Я прошу Лива идти со мной на связь. Лива, смотри, пожалуйста, у меня здесь Драгу 306-й. Крючки в биополе были, диск в голосовой чакре. Он мне что-то рассказывал на счет того, что она вмешивается или пытается телепатически установить контакт с его цивилизацией. Не могла бы ты, пожалуйста, осветить этот вопрос? Я не совсем понял, что она сделала неправильно. Интерес к другим цивилизациям, естественно, притягивает их Драгу. Они защищают, прочитывают любые мысли, когда мыслей много и вопрос идет один за другим. Как интерес или любопытство, они видят его и преграждают дальнейшие вопросы, так как череда вопросов может довести до какого-то определенного действия и пересечения их внутреннего пространства. Понятно, потому что Драгу говорил, он как раз почувствовался притянутым в ее биополе и решил показать ей свое преимущество цивилизациями. Единственный вопрос сейчас, что я могу порекомендовать Юлии, чтобы этого не случалось впредь? Защищать свои мысли, поток мыслей? Или что она неправильно сделала? Мысли больны, они могут... Может, мотивация этих мыслей была неправильна? Она показывает. То есть должна быть какая-то защита, а эта защита не пропускает дальше мысли. Вот. То есть они ее не слышат. Получается, они как в какую-то стену упираются. Это такая защита каких-то белосерых энергий, которые смешивают. То есть они сами как двигаются внутри, вот эти защиты, и не слышно мыслей. Я эту защиту могу ей поставить, я полагаю, да? И она сама себе может ее выставлять. Перед тем, как она углубится в свои размышления. Да, чтобы эти мысли остались при ней. Отлично. Благодарю тебя, Ли, за этот ответ. Ты забираешь все? Я забираю все. Благодарю тебя. Готово. Давай сделаем сейчас следующее. Давай заправим Юлю энергией. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации. 420 и 35. На счетрию макушку головы Юлии начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 420% каждые. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает все необходимые ей цвета. Начинает поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 35 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Синхронизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо. Как ты себя чувствуешь, Юлия? Она плотнее себя чувствует. То есть она как пустая была, а сейчас она плотная. Хорошо. Давай сделаем тебе сейчас защиту новую. Белосеребряную защиту. На счетрию устанавливается вокруг Юлии защитная сфера бело-серебряного цвета, из энергии, не позволяющей выходить ее мыслям за пределы ее биополя. В момент ее рассуждения, размышления, эти мысли остаются в пределах ее биополя. Ни одна цивилизация не может считать эти мысли. Да, будет так, а так и есть. Оболочка установилась и здесь показывает, что ее можно распирять, уплотнять и повышать ей вибрации. Эти вибрации будут отталкивать интерферентов. То есть даже если они захотят проникнуть с высокой вибрацией, это смотря какие мысли, смотря о какой цивилизации идет речь. То есть эта энергия полностью можно руководить защитой. Отлично. Хорошо, Юлия, у тебя эта защита есть. Дальше ты должна уже самостоятельно с ней работать. Ну что ж, я думаю сеанс был хороший. На этом мы закончили. Будем возвращать Юлию. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Юлии в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Я об этом тоже самое и говорил. Надо защиту устанавливать на свои мысли, чтобы они не достигали. Готово. Отключаемся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Пошел подъем. Пошел подъем. П mutк says еще HERE. Пошел подъем. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok